Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро, продолжается Утро на Болткоме Артём Липин, Абекалкин в студии Евгений Копеин, звукорежиссёр И вот у нас во втором части интервью Олег Буров, бывший мэр Риги К нас в гостях Доброе утро Говорят, что бывших не бывает В том числе и мэров Но здесь как раз такой случай Когда мы знаем, было принято решение Роспуска Ежеской Думы Сейчас руководство столичным самоправлением Осуществляет три чиновника Министерства, но зато у вас есть Олег, уникальная возможность со стороны Можете посмотреть И многие рижане сначала говорили так Ой, ну, видите, нет Думы Ну, мы там практически ничего не замечаем Но когда возник один вопрос Второй вопрос, третий Вот нам радиослушатели пишут и звонят Ну, к примеру, одна радиослушательница Просто конкретная ситуация Что она проживает в Риге Здесь задекларирована А ребенок или там несколько детей Она многодетная мать Учится в Кекове Ну, так сложилось Не знаю почему, но так сложилось В результате вот эта вот помощь Продовольственная многодетным семьям Ей не полагается Потому что чиновники в Рижской Думе Говорят, ну, подождите секундочку У вас дети учатся в Кекове Туда обращайтесь А Кековская Дума говорит Подождите, а вы задекларированы в Риге К чему здесь Кековская волость Вот это просто один момент Но который говорит о том Что если была бы Дума и были бы депутаты Они могли, во-первых, каким-то образом Эти департаменты контролировать Во-вторых, решать вопрос более гибко Ну, обо всем по порядку Естественно, да Как вы все оцениваете эту ситуацию Что делает временно администрация Что не делает Что надо было бы сделать Ну, понимаете, никто Никто и не думал Что вся эта ситуация создастся так Когда Думу распустили И было принято решение Ну, все начинается с декабря Начало декабря прошлого года Когда правительство приняло решение О распуске Думы из-за мусора Ну, и тогда не было никаких предпосылок к кризису И этого кризиса и не было И никто тогда не думал Что пройдет несколько месяцев И не только в Риге Не только в Латвии Но во всем мире будет настоящий кризис И никто это не думал Я думаю, если бы те, кто генерировал эти идеи Предвидели бы это То никогда бы, конечно, таких решений не принимали Да, сейчас прошло два месяца После того, как Дума распущена Это с 24 февраля Осталось четыре месяца до выборов Естественно, шесть месяцев очень много И никто, я еще раз повторяюсь Об этом не думал В первую очередь Администратор, который пришел на два месяца Со своей командой Думая, что он технически все проведет Два месяца отсидит и все Создалась совершенно другая ситуация Поэтому я хочу сказать сразу же Я не хочу сейчас говорить Ну, что они там делают Это абсолютно мимо и все Это не просто Потому что люди к этому не готовились Не знали И за этими людьми не стоят избиратели Но что я хочу сказать Вот эта особенность Сегодняшней ситуации руководства Риги Это очень важно понять всем остальным Что происходит сейчас Сейчас нет Неизвестны Непонятны Не разъясняются никакие решения Почему? Потому что нет позиции оппозиции Если бы вы, господа, были бы в позиции Я в оппозиции Мы бы что-то там кричали Критиковали Дискутировали Ну, в зависимости от уровня нашей политической культуры А сейчас кто с кем будет дискутировать? А сейчас не с кем И сейчас фактически Поэтому нет дискуссии Нет дискуссии Принимается решение Поскольку нет дискуссии Абсолютно абек Вы правильно говорите Нет контроля Нечего это публиковать Все заранее Ну, например, бюджет Появился буквально Э-портфеле А это Ну, такой, так называемый Ну, электронная такая версия Где могут работники Рижской думы Увидеть бюджет Не рижание сами Естественно, не рижание Так вот, он там появился За пару часов До того, как было принято решение И то старая версия Не надо, в принципе, стараться Потому что, я говорю Ну, мы так или иначе примем Нам нас трое На троих сообразим Естественно, проголосуем И все в порядке Да? Поэтому в этом есть проблема И в этом есть проблема Принятых решений И предстоящих решений Второе, что я хотел сказать Я об этом уже говорил Несколько раз В этой ситуации В ситуации кризиса Очень важно Чтобы принимались решения Правительством и государством Те, которые основываются На том, что сейчас происходит Реально в государстве У жителей города И вот самоуправление Оно как бы является барометром Любое, почему? Потому что она ближе всего К жителям К бизнесу К жителям Ко всем проблемам Государство Парламент Это гораздо выше Мы, самоуправление Ближе И поэтому Нужно было По идее Особенно если это касается Риги Почему Риги? Потому что больше всего Заболевших вирусом Потому что больше всего Здесь бизнес И эти все проблемы Естественно Они концентрируются в Риге Что нужно было бы сделать В идеале? Нужно было бы взять Всю информацию У департаментов У департамента благосостояния У департамента сообщения У департамента недвижимости У всех остальных департаментов Жилища и среды У исполнительных дирекций У всех взять эту информацию Ее обобщить И предложить государству Вот пожалуйста Ну как там Чаяние народа Говоря старым таким языком Вот такие Нужно делать это У нас происходит наоборот У нас этого сейчас Ничего не происходит Принимаются правила Кабинета министров Потом их чиновники Рижской думы Ну Расшифровывают Будем говорить так Потому что надо понять Как это применяют Адаптируют Ситуацию Понимают Ой А вот это Это здесь не запланировано А уже ничего сделать нельзя А уже ничего сделать нельзя И опять таки С одной стороны Кажется администратор Он госсекретарь Он один из главных чиновников В стране Госсекретарь министерства Ну так ему кажется Это было бы гораздо легче сделать Нет Вот это обратная связь Вы знаете Нужно что-то изменить Она тоже не делается Потому что Ну получается так Многие сейчас отсиживаются Многие пережидают это время Ну и получается такие вещи Вот как пример Я хочу сказать Ну например Было принято решение Что если Какое-то предприятие Не работает То арендная плата Ноль Закрылись школы У нас есть частные школы Есть договора С частными школами Ну например Есть одна школа Французская школа Жоля Верна Которая находится В трех зданиях И все три здания Арендный договор С Рижской думой С департаментом имущества Одно здание На улице Патверс Месс По-моему 20 На Саркандаугове Второе На улице Стабо Такой деревянный домик Между Бриви Бас и Тербатас И третье здание В Мангале На улице Ледургас Эти все здания Деятельность прекращена Вполне логично У них нужно Нужно принять решение Что арендного договора Договора нет Да И это позволяет Правила Кабинета Министров Но в правилах Кабинета Министров Сказано Все Общества с ограниченной ответственностью А тут заключен договор На Бедрибу На общественную организацию И все Все Общественная организация Не сказана Следовательно Они продолжают платить В правилах Кабинета Министров Этого нет Почему? Ну никто не подумал И это вполне нормально За это не надо критиковать Государство Много таких моментов Которые они не подумали Кто им должен был сказать это? Естественно Должен был сказать Самоуправление Вот это один из примеров Мне например Только на прошлой неделе Сказали Я был очень удивлен Как пересчитывается Арендная плата Это вот один из тех моментов Которые мы потом Безусловно Нам нужно обговорить Что нужно было бы сделать Арендная плата Если у тебя вообще Нет никакой деятельности Ты не работаешь Арендная плата Ноль Но это определенная категория Предприятий Например Предприятия связанные С ресторанами Кафе Общественное питание Если это гостиница А если оно работает Тогда анализируются Доходы Марта прошлого года Сравниваются И если падение Доходов на 30% Тогда на 30% Снижается арендная плата На 40% На 40% На 50% На 50% Как мне сказали Вообще был очень удивлен Что на самом деле Такое есть Что на следующий месяц Идет заново сверка То есть если в апреле Прошлого года У тебя падение больше То здесь тоже больше Мы задействуем Кучу народу Каждый месяц Это пересчитывать Каждый месяц Нужно будет обращаться К людям Зачем это? Было бы гораздо проще И легче принять Одно решение В такой ситуации Например Аренда Меньше На 70% На 60% Ну на какое-то Одно Стандартное число И вот Таких моментов Довольно много Вот я хотел Вот я хотел Тоже такой вопрос Задать Тоже люди Обращаются Была бы Дума Может быть Это было бы Легче решить Вот многие Пишут Это касается Всех Допустим Ну рижан Мы сейчас О рижанах Говорим Юридических Физических Лиц С просьбой Отсрочить Или отложить Плату Этот налог На недвижимость И получает Письма Говорит Ну хорошо Ничего страшного Вы сейчас Не можете Мы подождем В мае Заплатите Свою часть Ну что-то Может подумать Что в мае А что ситуация Улучшится в мае В абсолютном право Это еще один из примеров О котором я говорил Уже Ну уже больше месяца Тому назад Потому что Я Ну естественно Сейчас Как рядовой Рижанин Без административного Ресурса Но Я естественно Эти процессы Знаю Понимаю Вижу Я с самого начала Когда узнал Что можно Тебе не будут Насчитывать штрафные Санкции За неуплату налога Это отложено До 15 мая Что мы думаем Что мы проснемся С 14 на 15 мая Наступит какой-то Новый год Новая жизнь Я хочу сразу же сказать Что Понимаете Мы очень часто говорим А у меня у самого Тоже в фейсбуке Была дискуссия Рига после кризиса Уважаемые Радиослушатели Вот кризис Только наступит Кризис Закончится Сейчас Медицинский Кризис Мы очень Надеемся Дай бог Чтобы закончилось Заболевание Пандемия Но после этого Манна небесная Будет экономический Кризис После этого Начнется В полной мере Экономический Кризис Поэтому мы не можем Говорить Как мы будем Жить после кризиса После кризиса Мы будем жить Хорошо А вот сейчас Мы войдем В кризис Я никого Не пугаю Но нам нужно Понимать Что мы Будем продолжать Жить Что жизнь Будет непростая И к этому Нам нужно Готовиться И об этом Нам нужно Думать Со всех сторон Социально Экономическая И так далее Поэтому Например Говоря О налоге На недвижимость Я считаю Что правильно Нужно принять Решение Вот эти пени Штрафные санкции Не будут Вам начисляться До первого квартала Следующего года Вот такие каникулы Сделать Да Бюджету города Сразу понимать Мы недополучим налог Но мы его получим В следующем году Потому что Никто не собирается Никто не собирается Вообще Отменять налог На недвижимость Но возможность Его не заплатить Она должна быть Здесь есть другие вопросы О которых Мы можем поговорить Попозже Может быть Налогом Снижением ставки На налог Нужно стимулировать Некоторые процессы Я Могу сказать честно Я не могу Сразу же сейчас Выписать готовые рецепты Со стопроцентной Уверенностью Сказать Что это надо было бы Сделать Но я С удовольствием Скажем Выдвинул бы Эту гипотезу Версию Предложения И посмотрел Как Например Отреагируют И ваши радиослушатели Но говоря Вот заканчивая Тему о том Как это все происходит Тихо без дискуссий Очень сильно Я думаю Что наверное Тоже и вы в курсе Вам звонили На радио Когда Это одна из ошибок Одна из ошибок Я считаю Существующая администрация Принятие решения По транспорту Когда было принято решение Давайте защищать пенсионеров Чтобы они не ездили В общественном транспорте Давайте Отменим Бесплатный проезд Это отменили Я согласен Что пенсионеры В категории риска И лучше Чтобы они сидели дома Есть города Например В мире Ну как Москва Где вообще Запрещают выходить Из дома Но ситуация Бывает разная Но У нас есть ситуация Мы пошли Не по столь С строгим Жестким мерам Карантина У нас такого Полного карантина Нет Но есть ситуация Где пенсионерам Нужно куда-то двигаться Во-первых Часть из них Все равно продолжают работать И ездят У нас есть работающие пенсионеры Есть работающие пенсионеры Второе Так или иначе Ну вот эта фраза Ну нет магазинов Шаговой доступности До какого-то магазина Надо доехать Нужно доехать до аптеки Нужно доехать Чтобы получить свою пенсию Было бы правильно сделать Чтобы на самом деле Ограничить движение Передвижение пенсионеров Сделать возможность Например С 10 утра До 3 часов дня Движение В транспорте Бесплатно В остальные часы Тогда когда Часы пик Когда больше народу Ездит на работу Тогда пожалуйста Не ездите Сидите дома И как стимулирующий фактор Тогда вам нужно платить Сидите пенсионеры И пенсионеры Едут к врачу У всех медицинских центров Шаговой доступности Мы же все прекрасно понимаем Абсолютно верно Ну и одновременно Тогда администратор Мог бы договориться Максима, Риме Большие наши Другие сети Но в основном Это Максима и Риме Говорите И рекламируйте У них довольно сильная реклама Социальная же везде Рекламируйте Что пенсионеры Просим вас приходить В магазины С 10 до 3 То же самое Поговорите с аптеками У нас же в Латвии Сеть аптек Владельцы Это Ну сколько их Три-четыре В основном Это принадлежит В одних руках Находится Договорите с ними Чтобы они тоже начали Вот такую информацию Что дорогие пенсионеры Приходите в аптеки В это время Когда транспорт бесплатный Все это можно было сделать У нас закрыли Но мало того Мало того По абсолютно непонятной причине Например Отменили Льготы Для инвалидов Третьей группы И вот знаете Я не знаю До меня Извините За выражение Не доходит Почему нужно было Отменять Льготы Для В проезде Общественного транспорта Для пенсионеров Третьей группы Потому что это все Инвалидов Извините Это все работающие люди Зачем было отменять Отменили Для Ликвидаторов Чернобыльской АЭС Зачем Понимаю Наверное Они В группе риска Они в группе риска Но опять-таки Могли Оставить им Опять-таки Абсолютно непонятно Отменен Вот этот Часовой билет Его можно было купить За евро 15 А выходные дни За 60 евроцентов Где вот эта Глубокая мысль Почему этого сделали И опять-таки Не было дискуссии И вообще говорили Когда Буквально Перед принятием Этого решения О пенсионерах Никто не сказал Об инвалидах Если бы дискуссия Была до этого Тогда она была бы И возможно Было бы принято Другое решение Поэтому Что я хочу сказать Вот такие предложения Если мы с вами Я сейчас обращаюсь К вам К одним из Кто публично Может обсуждать Эти вопросы На радио Не узнаем это Если узнаем Что планируется Принять такое решение Об этом нужно Его нужно обсуждать И говорить Если Уже это решение Принято Ну давайте Об этом громче Говорить Может быть Нас администратор Услышат И решение Поменяют Вот Видимо Вам придется К нам приходить Еще не раз Вопросов очень много На все не успеете ответить Но вот вопрос Который пришел По видеочату Вопрос Господину Бурову Администрация Риги Хоть и временная Но деятельность Вполне реальная Какую ответственность За свои действия Несет Временная администрация И не будут ли Все огрехи И принятые решения Списаны На временность управления У нас же так бывает Ну вы знаете Как у нас говорят Иногда Это решение коалиции Это коллективное решение Вот временная администрация Нет Но Абик У нас В нашей стране Все списывается На политические решения Любая бесхозяйственность Надувается Для солидности щеки Говорят Это политическое решение Временная администрация И взятки гладкие Здесь может быть Да Ну главное Чтобы не было В силе еще одного выражения Нет ничего более постоянного Как временное Да Потому что Если конечно Вдруг Примут решение Что давайте не делать выбора Через 4 месяца 29 августа А давайте вообще Сделаем выборы В июне следующего года Да Есть партии Которые об этом говорили И пару недель назад Когда это решение О выборах было принято Я думаю Что это будет Очень плохо Это будет очень плохо Потому что Ну есть одна вещь Надо понять Одну Одну вещь Когда Руководят Временные люди Мы не можем Думать о развитии Это технические работники На сегодняшний день Они могут принять решение Более правильное Менее правильное Но это решение Сегодняшнего дня Развития здесь В данном случае Не будет И Вот в данном случае Что Ну у нас есть Такая платформа Как с вами есть Вот сегодняшний разговор И Ну это публично Нас Я буду надеяться Может быть Слушают А может быть После нашего разговора Передадут наши разговоры Администраторам Я бы хотел сказать Что я считаю Сейчас нужно было бы Некоторые вещи сделать Первое Это конечно Вопросы по аренде И если мы видим Что арендные договора Не позволяют Возможность Снижать Уменьшать арендную плату То инициировать изменения В Правилах кабинета министров Второе То что зависит от Рижской думы Это налоги Это налог на недвижимость Налог на недвижимость Мы уже с вами Обговорили Вот Минут 10 тому назад О том что Не надо назначать Штрафные санкции Нужно продлить Для следующего года Я думаю Что может быть Имеет смысл Рассмотреть Каких-то налоговых Льгот И налоговые льготы Может быть Нужно сделать Стимулировать Людей Чтобы они Более активно Вели предпринимательскую деятельность Например Мы видим В Риге Много пустых домов Они были Все время Пустые дома Где заканчивается Все они сделаны Это я не говорю О развалинах Или не только О развалинах Дом сделан Но он закончен Может быть Высокие цены Назначают владельцы На аренду жилья На офисные здания Надо понимать следующее Если в центре города Было много проектов Проектов жилых домов Для того Чтобы сдать В аренду Квартиры Под апартаменты Или это Букинг Или это РНБ Сейчас Весь этот бизнес Приутихнет Мягко выражаясь Сейчас будет Меньше ездить Сейчас может быть Нужно думать И мы должны смотреть Давайте Например скажем Скидка Налог на недвижимость Тем Домовладельцам Которые заполнят Свой дом Например На 80 или 70 процентов Как они его будут заполнять Ну Извините Пусть они поменяют Свой бизнес Пусть они не думают Об апартаментах Пусть они думают О более дешевых Арендных квартирах Потому что Этому будет нужно И Есть еще один Другой Другая такая Ну Актуальная Актуальный блок В Рижской думе Это Пансионаты Раньше мы говорили Для пожилых людей Да Это такие пансионаты Ну где вообще Заботятся о людях Ну Апропес Пансионаты Центр социального ухода Абсолютно верно На сегодняшний момент Наше общество стареет У нас В очереди Вот На места В таких пансионатах Стоит 470 человек Ну может быть Эта очередь Где-то 450 Но Не меньше Мест не хватает Уровень В этих пансионатах Разный Сейчас время Меняется И такие палаты На 4 Или больше Человек Которые есть Например В пансионате Гай Лезерс Они вообще Не должны быть Сейчас самое нормальное Когда в этой комнате Находится Не больше двух людей И В данном случае Сто процентов Ясно Что мы должны Привлекать Для оказания Этой услуги Частных лиц Так же Как с детскими садами Потому что Ясно Что мы не справляемся С одними городскими Детскими садами И не нужно Может быть Нам настроить Столько садов Потом демографическая ситуация Меняется Эти сады пустые Нужно Вполне нормально Сотрудничать С частными С предпринимателями Пусть они создают Систему частных садов И есть Разные опции Есть частные сады Есть городские сады Естественно Городских садов Должно быть гораздо больше Но это Отдельный разговор Здесь то же самое Есть система Так называемого Ваучера Когда за Вот устройство В пансионате Этого человека Платится определенная сумма Есть сумма 400 евро Есть новая сумма Которая больше 600 евро В том случае Если там более серьезные услуги Более такой Ну скажем Подход Ну как Семейный Скажем Да Это вот то что сейчас Отвечает сегодняшнему дню Когда эти люди Находятся Ну в таком Жилище Квартирного типа Тогда за ними Больший уход За это самоуправление Готово платить больше Я думаю что самоуправление Готово платить больше За людей С деменсией С альцгеймером Это очень актуальная тема Да И вот такие места Нужно создавать Почему например Некоторые жилые дома Которые сейчас стоят пустые Не переделать под этот бизнес Да Мне могут сказать Ну такие дома стоят пустые В центре города Зачем это в центре города Извините В Европе есть много городов Где вот такие пансионаты Находятся для людей Да Это может быть для людей Которые ходят Более ходячих Да Людей находятся тоже в центре города Я это и сам видел В Берлине Это вполне Вполне нормальный процесс И зачастую мы говорим с вами Ну в обществе Бытует такое понятие Да Нужна социальная поддержка Но это не греет экономику Это неправда Потому что если например Люди не могут уйти из дома Не могут нормально работать Потому что С их родителями Произошло вот это Они в таком состоянии Они вынуждены изменить Свой рабочий график Если будут Такие пансионаты И будут пансионаты Где услуги будут Оказываться на достойном уровне Медицинские услуги Все будет оказываться качественно Ну почему бы этого не происходило Тогда тоже люди могут Начинать нормально работать Да Поэтому вот такие моменты Эти многие нужно Можно создавать Переделывать И в данном случае Самоуправлению Просто нужно сказать Да Мы готовы Оказывать эту услугу Мы готовы Вот сумму этого ваучера Поднимать Но соответствующим образом Вы домовладельцы Предприниматели Отреагируете на это Да Поэтому вот здесь Могут быть льготы Например В налогообложение Я хочу вас все-таки вернуть Вот к вопросу о бюджете Вот то что вы сказали Что фактически за пару часов Этот бюджет в веб-портфеле появился И временная администрация Три человека его приняла А вообще вот это то О чем вы сейчас говорили Хоть как-то в этом бюджете заложено То есть временная администрация Подошла творчески К этому вопросу Понимая Что теперь у нас жизнь изменится Она ее можно поделить На две части До ковида И после ковида Нет Администрация подошла так Я просто еще раз хочу сказать Они взяли за базу Мое распоряжение Которое я подписал в феврале Тогда Ну я напомню Февральские и январские события Когда у нас депутаты Отказывались приходить на комитеты Отказывались принимать бюджет Крайне политизировались Заразились вот этим вирусом политизации Еще до ковида Да Нужно было этой думе Самораспускаться Тогда Вот видя эту ситуацию Что все это находится В таком политическом параличе Я принял распоряжение И основная часть того Что я принял своим распоряжением Она появилась в бюджете Который приняли администраторы Самые Одни из самых главных вещей Что я могу сказать От чего я больше всего Испытываю удовлетворение Принял тогда решение Поднятие зарплаты Двум категориям Это первая категория Это воспитателям детских садов На существенную сумму На 100 евро И вот Нянечкам Вот в этих Домах В пансионатах Апруп Это По уходу По уходу На 100 евро Фактически у них Поднятие зарплаты Получилось на 110 евро Такого высокого Поднятия зарплаты У этих категорий не было Да Это очень важно И спасибо департаментам Когда я их попросил Потому что это было принято В середине февраля Пересчитайте зарплаты Быстро И сделайте так Чтобы у них Поднятие зарплаты Было с 1 февраля Это было сделано И вот это Очень важный шаг И в данном случае Он сократился Я понимал Я скажу Могу сейчас сказать честно Я сделал это Я понимал Я принял на себя Политическое решение Да Вместо 60 депутатов Поднять вот так Серьезно зарплаты Именно этим категорием Но я прекрасно понимал Что когда придет администратор Но он не возьмет На себя ответственность И скажет Нет не нужно воспитателям Или вот этим нянечкам В пансионатах Платить на 100 евро больше Давайте только Вадим зарплату на 10 евро Да Естественно он не принял Это осталось Да Осталось очень много Других позиций Касающихся инвестиций Это Ремонт Улиц Двух больших В этом году Чака Мария Сибруненеку Но тут я бы хотел сказать Что мне очень жаль Что эти работы Не происходят сегодня Потому что мы только с вами Перед началом передачи Говорили Какой пустой город Город с утра Выглядит как воскресенье С утра В рабочий день Да И поэтому сейчас Ремонтировать улицы Было бы очень легко И просто Конечно Увы Эти работы Пока еще не происходят Заказчик еще Ну обещают С 1 июня Начать ремонтные работы Только Поживем и видим Фактически Все запланированные Ремонтные работы В школах Они Да полностью Все ремонтные работы В школах Они Появились Как в моем распоряжении Так и были продублированы В бюджете Который приняли Администраторы И здесь я могу сказать Очень хорошо Ремонтные работы Происходят Активно Есть детские сады Где они уже Вообще и закончились Даже Да То есть это очень важно Чтобы потом Без стресса Все это происходило Да Увы Не были запланированы Убрали Создание двух операционных Залов первой больницы Это миллион шестьсот И убрали Два миллиона денег На ремонтные работы В парках Конечно Мне сейчас могут сказать Не до этого Не до парков Не согласен Потому что Любые виды строительных работ Они греют экономику И мы видим сейчас Как быстро Ну я не буду Слово лихорадочно Не знаю Насколько подходят Назовем оперативно Правительство Да Они убирают деньги Которые были у нас В железнодорожном транспорте На электрификацию Появилось очень большое количество Миллионов Их вот очень быстро Оперативно Перераспределяют На другие ремонтные работы Например На ремонтные дороги На работы По ремонту дорог В Латвии Выделяется По-моему Порядка 70 миллионов Да Также Рижская дума Получила Если несколько месяцев Тому назад Забыли Дать деньги На окончание Строительных работ В межапарке Это было очень плохо Потому что Полузаконченный объект Но это потом Учтем И учтем И не начинали С купе платят Дважды Потому что нельзя Оставить Законченный объект От этого Он только Ухочется состояние И потом будет дороже Нет Вот эти деньги Выделены Давайте делайте Быстрее Чтобы освоить То есть Правильно Выделяются деньги Конечно На то Чтобы греть Экономику Строительства Обещали закончить Этот год уже прошел Да Но сейчас Наконец-то Несколько месяцев Там и назад Заключен договор Со строителями Была очередная Жалоба На технадзор Какие-то решения Уже первые Принятые Как мы видим Сейчас Если проезжаем По Вестуру Проспекту Там рубятся Сейчас деревья Строительство Начнется Потом начнется Сразу же Это заказ Рижского Свободного Порта Будет переезд На Кунзенцалу Еще будет Один мост Это очень важно Вот эти два Моста Соединят И распределят Движение Машин Которые идут В порт Естественно Кстати Если мы говорим О экономической ситуации Про порт Падение оборота В порту Составило Довольно Довольно Сумма Серьезная Больше 30% Нет вообще угля Но если говорим О фурах Которые двигаются Контейнеры Контейнерный терминал Он работает И там снижения По-моему Даже и нет Поэтому в данном случае Вот создание таких мостов Это очень важно Это очень важно Для того Чтобы разгружать Город Поэтому Переезд Через железнодорожный Пост И потом Второй мост Кунденциалу Это очень важно Поэтому Эти ремонтные работы Начнутся Что пока сейчас Задерживается Это Аустро-Восточная магистраль Аустро-магистрала Вот Очередной Вот Очередной Этот отрезок Там Европейские деньги И там еще Пока решение Не принято Я надеюсь Хотя бы Некоторые из них Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Господин Буров Вот вернемся К садикам Можно Да Смотрите Ну Тут ответа Наверное Вообще Нельзя будет Получить Как это так Что у нас в стране Население Население падает Стариков Как бы больше А очереди В государственных Садах Не уменьшаются А только Как бы Возрастает А вопрос у меня В другом Смотрите У меня дети ходят Один ребенок Ходит В частный садик Так как нет выбора Попасть в государственный Садик Но вот сейчас Когда идет пандемия Все равно Чтобы спасти место За садик Надо платить Может на это у вас Есть ответ Это на частный садик Надо платить Частный садик Конечно Ну да Интересный вопрос Я первый раз Это услышал Вы знаете На мой взгляд Посещение Процент посещения Детьми В городских Детских садиках Составляет Где-то 13 процентов Ну сейчас 13-14 процентов Сейчас Да Я не думаю Что эта ситуация Сильно меняется В частных садах Я не считаю Я думаю Что это неправильно Мне сейчас трудно сказать Я первый раз Услышал это Но если это частные Детские сады Вы понимаете Если это частный детский сад Если это частный детский сад Я не оказываю В прошлом году Так не было с чем сравнивать Это принято Это вот в этом И есть разговор Что у нас есть две стороны Как оптимисты Оптимисты Которые естественно Сидят в правительстве Они говорят Мы работаем проактивно И мы все время Что-то меняем И приближаемся К чаяниям народа Пессимисты Это другая сторона Или реалисты Они говорят Они не могут принять Они все время дергаются И принимают Различные решения Нет бы с самого начала Принять радикальное решение Мы готовы всем Все компенсировать Поэтому у нас все время Есть какие-то изменения Так же как было Не компенсируем Пенсионерам Которые работающим Начали освобождать пенсионеров Нет компенсируем Не будут компенсации Членам правления Потом будут компенсации Членам правления То есть Ну Эта ситуация развивается Так как развивается Вы знаете Мы сделаем следующим образом Я не последний раз В вашей студии Я позвоню Председателю ассоциации После вот Эфира Председателю ассоциации Частных детских садов Я ее знаю Она в свое время была Заведующей садиком городским Я ее спрошу Эту позицию И когда в следующий раз Я буду у вас в студии Я обязательно на это отвечу Да Но говоря О городских садах В этом году Будет создано 560 мест 1 сентября На детские сады Да 560 Ну 500 точно По 60 Сейчас просто появились там Вопросы Одна школа Сказала о том Что у них Они готовы Предоставить Три группы Для детского сада Но потом оказалось Что не все так просто Директор школы Сама не понимала Что предлагает Да вот сейчас Это все выясняется Поэтому Ну я надеюсь Что все будет в порядке И 560 мест Будет С 1 сентября Новых дополнительных Да Есть деньги Заканчивается проект В июле будет готов проект Нового детского сада Ну новая группа Новый блок С существующим детским садом Это на улице Гроста У нас Фактически Если сейчас правительство Говорит Да Нужны новые проекты Нужно утеплять Нужно греть экономику То вот это тот проект На который можно Выделить деньги Он может быть реализован Еще один звонок Нам успеем принять Доброе утро Слушаем вас пожалуйста Доброе утро Да пожалуйста Доброе утро Как вам кажется Разве правильная ситуация По аренде Вы много говорили Когда государственные предприятия Арендуют помещения В частной фирме И теперь Государственное Это предприятие Требует Чтобы Частная фирма Прекратила бы Арендную плату Ну на время этой Пандемии Хотя там все люди Работают Пользуясь тем Что есть там Правительство Суды бумаги Кажется ли вам Что государственная фирма Должна с государственными Структурами И решать вопрос Если в этом Есть необходимость Компенсации им Ну каких-то Затрат нормальных Которые они платят Уже 5 лет А теперь они это требуют И второй вопрос А Балдырайский Социальный центр По уходу Будет когда-то сдан Или нет Да спасибо 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 Во-первых вопрос Это хорошие вопросы Вы знаете Здесь получает следующее То есть речь идет о чем В ходе кризиса Государственное предприятие Которое арендует помещение Просят снизить аренду Хорошо Аренда снижается Снижается аренда И потом В связи с тем Что это частное предприятие Пострадало Оно обращается К тому же государству С просьбой компенсации И с другой рукой Но из того же кармана Им будут компенсироваться деньги По-моему наоборот В данном случае Государство Должно поддерживать Предпринимателя С точки зрения логики И не снижать деньги И в этом смысле Поддерживать этого предпринимателя Поэтому Здесь можно Дать Возможность Дать заказ Так же как мы говорим О строительстве Можно дать заказ И сказать Стройте Что-то И делайте Это зарплата И рабочие места И какая-то Ну на самом деле Добавочная стоимость Или Они ничего делать не будут Закроются эти фирмы И мы им будем платить Всем пособия По безработице И компенсации Ну по-моему Первый вариант Он абсолютно правильный Да По Балдурайскому Это я могу сказать Это Наверное Речь идет Про Улицу Межрозы Да Там По заказу Городского Муниципального Предприятия Пилсадболнекс Уже Заканчивается Фактически Все уже Закончено Речь идет О сдаче В эксплуатацию Да Этот центр Будет работать Там будет центр Социальный центр Там будут Социальные квартиры И будет Поликлиника Которая Перейдет С улицы Каптейню Это здание На улице Каптейню Раньше Там Жители Балдурай Знают Вот бывшая 16-я поликлиника Это здание Будет ликвидировано Сразу же скажу Про это здание На улице Каптейню Как его использовать Я считаю Что его нужно Не продавать Его нужно использовать Для городских цель Для Вот так называемой Интерэшуизглой Тиба Потому что Чем больше Мы будем оказывать Услуг в Балдурай Чтобы люди Жители Балдурай О молодых людях О детях Чтобы они не уезжали Куда-то в другие районы Да За получением Этой услуги Поэтому Ну это отдельный разговор О Балдурай Но это здание Останется И в принципе На следующий год Обязательно нужно Запланировать инвестиции Чтобы приспособиться К первому сентября 21-го года Судя по тому Как вы бегло Называете улицы В разных микрорайонах Вы навигацией В машине не пользуетесь По Риге Признавайтесь Но Иногда пользуюсь Когда конкретному Дому работать Когда ты можешь Что-то Думать о чем-то другом И одновременно Навигация тебя ведет Да Но от этого город Не запоминаешь Конечно Я с вами согласен Да Давайте еще один звонок Примем Доброе утро Слушаю вас Добрый день Да Добрый Вопрос к вашему гостю Вопрос Денциализированных домов Да Уже на протяжении 15 лет Как был принят закон Но закон не выполняется Люди выброшены На улицу Живут непонятно Где Живут непонятно Как Вы на все Находите деньги Там Даже парки Благоустраиваете Но о людях Вы не думаете Спасибо большое Да Ну это Интересный Такой вопрос Ну что Как вам сказать О людях Не думаем Парки Благоустраиваем Денационализированные Дома Есть закон Который говорит О денационализации Мы можем Обсуждать Плохой Хороший Я думаю Сейчас это Не место И не время Да На самом деле Это реальная проблема И для многих Трагедия Когда люди Жили в советское время В таком Историческом доме Произошла Денационализация Оказалось Что дома Есть владелец Владельцы Конечно разные Но многие из этих Владельцев Начали Выживать Есть разные Категории Владельцев Одна из категорий Начали выживать Жильцов Людей Жильцов На улицу Для того Чтобы этот дом Подать на реконструкцию Передать на реконструкцию Сделать новый проект Другая категория Жильцов Оставила Но ничего не делают Этот дом Разваливается Люди Живут В абсолютно Плохих Условиях Аварийных Ну что здесь Делать Здесь надо Больше Создавать Конечно Городского Жилья Арендных Квартир Вот так называемые Ироснами Да Это такие Как есть В Дрелине Такие районы Чтобы С очередей Представлять Квартиры Да Очередь Такая Есть Квартиры Где есть Городские В каких-то Домах Предоставляются С такой В очереди Этого Конечно Недостаточно Есть На это Сейчас Деньги Нет На это Денег Сейчас Нет Это В бюджете Пока Не запланировано Что Нужно Делать Я думаю Что Нужно Отдельный Проект Я сейчас Прямо Не скажу Что Прямо Рецепт Не выпишу Но я думаю Что Нужно Делать Следующим Образом Когда Частные Инвесторы Строют Дома Нужно Договориться Чтобы Какой-то Процент Шел Городу Под Такие Арендные Квартиры Во многих Странах Так Делается Например Есть Я не могу Сказать Что это Социальные Квартиры Например Во Франции Я был В декабре В командировке В Лионе И там Рассказывали Большой дом Очень хороший С большой Высокой стоимостью В новом районе Интересная Архитектура Дорогущие Квартиры Но на первом этаже Есть квартиры Они их называют Социальные Кредит Например Беспроцентный Кредит Есть разные Категории Но я думаю Что нам нужно Идти вот таким Образом И говоря Вот например То что я говорил В первой части Нашей беседы О пансионатах Мы тоже можем Сказать Что вы должны Например Часть квартир Таких предоставить Город за это Будет платить Аренду Город может Платить вам Домовладельцам Аренду Может платить Жилец Эту аренду Если жилец Платить не будет То тогда За него будет Платить город Но есть разные Решения Но я думаю Что мы можем Этим стимулировать И в данном случае Если у вас есть Коммерческий проект И вы планируете Эти квартиры Не продавать А сдавать в аренду Ну например Какие-то там Первый Второй этаж Которые не являются Очень хорошими Первый этаж Например С коммерческой точки зрения Или выход Куда-нибудь Там во двор Не фасадные Не фасадная Часть этого дома То такие квартиры Могло бы брать На себя Вот самоуправление Создавайте специально За самоуправление Мы готовы Какую-то аренду Нерыночную аренду За это платить В данном случае Вот такие решения Я думаю Что они должны быть И это гораздо лучше Будет в разных местах Чем мы будем ждать Там сто лет Пока Город построит Еще дом Почему городу Довольно трудно строить Потому что Это долгосрочные Обязательства Думы Но они все Находятся В довольно В таком критичном Состоянии У всех Самоуправлений Ну что Наверное время Подошло Только последний Может быть Такую ремарку Минута у нас Где-то остается Все-таки Как вам кажется Вот эта предвыборная Компания Которая Видимо Начнется В июле Она будет Все-таки Другой С учета Вот этой Пандемии Или По накатанной Пойдут политики Она должна быть Она должна быть Другой Но факт тот Чтобы она не пошла По накатанной Как вы говорите Чтобы не были Просто громкие Звонкие обещания Потому что Будет кризис Будем надеяться Что он будет Не так долго Но Зима будет тяжелой Я никого не хочу пугать Это будет непросто Да И если будут просто Голословные обещания Нужно не только Пообещать эти деньги Нужно понять Где эти деньги Заработать И вот нам нужно Меняться Мы сегодня Много что не успели Обговорить Но вот Если будет такая Возможность Встретиться в дальнейшем Я бы хотел Обговорить Как нужно менять Городу Очень многие процессы Чтобы на самом деле Мы могли зарабатывать Деньги Потому что Если в город Не придет бизнес Если не будет Больше Не будут больше Платить налогов Мы можем сделать Льготы На очень многие вещи Мы должны Начинать больше Зарабатывать Поэтому в данном случае Это преувеличение Инвестиций В столицу Латвии Ну вот это Я думаю Может быть Обсудим Может быть Даже прямо На следующей неделе Бывшим Риги Олег Буров У нас Был в студии Артем Липин Абекалкин Провели Утренний эфир За звукорежиссерским Пультом Был в гинекопе Был в гинекопе